На календаре пятница. А это значит, что завтра в выходные. Город опять опустеет, потому что все потянутся к земле или к воде. Но есть и те, кто останется в каменных джунглях. Чтобы не валяться на диване, посмотрите пятничную афишку. Найдите развлечение по душе. Стать лицом международной фотовыставки тюнинцы смогут в субботу на Арбате Содружества. В областной центр приехал французский портретист Маурисио Альварес. Автор культурного проекта One Face a Day, что в переводе значит лицо дня, путешествует по миру. В его коллекции фотографии жителей Европы, Африки, Востока и России. В свободном доступе для гостей Арбата будет площадка для гольфа. Кроме этого тюнинцы смогут попробовать свои силы за гончарным кругом и в мыловарении. В этот уикенд Тобольск по праву носит статус самого безопасного города России. В духовную столицу Сибири съехались отряды МЧС со всей страны, чтобы выяснить, чей командный дух крепче. В восьмом по счету чемпионате принимают участие 130 человек. Команда МЧС посоревнуется в преодолении полосы препятствий, а также померятся силами на 100-метровке. Турнир проводится два раза в год по зимней и летней программе. Там же в Тобольске 13 июля состоится концерт под открытым небом в рамках проекта «Лето в Тобольском Кремле». Программу посвятят грядущему 175-летнему юбилею композитора в исполнении камерного хора «Смольного собора». Прозвучит «Контанта Москва», вертюра 1812 год, а также «Арии из Опер». Если вы этим летом не успели отбоснуть в заморских странах и насладиться там дикой природой, тогда это выставка для вас. Около ста видов редких хит с яркими расцветками гостят в нашем городе последний уикенд. Во дворце культуры «Строитель» вам расскажут о происхождении и привычках экзотических пернатых, а также лакомствах, которые они предпочитают. Также с птицами можно будет сфотографироваться. Посещение экспозиции для детей младше 4 лет бесплатно. Юные экологи в эти выходные отправятся в экспедицию в Вагай. Кровический отряд «Чир» разместится на базе бывшего лагеря «Тополек» до 27 июля. По ходе примут участие порядка 120 человек – это подростки и молодежь от 12 до 18 лет. Их ждет туризм со сплавом, велогонка, спортивные и творческие игры. Присоединиться приглашают и жителей Вагайского района. А вот школьников Заводуковска ждет интересный урок в игровой программе. Уроки светофорчика им расскажут о правилах дорожного движения. Как правильно переходить дорогу, где искать зебру и зачем светофор желтый свет – на эти вопросы ответят инспекторы ГИБДД. Участие в игровой программе примут ростовые куклы, вход для всех свободный. На этом у меня все. Теплых и ярких вам выходных и проведите их с пользой. Ирина Кистерева, Сергей Мякишев, Сибинформбюро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!